Хаббл рассмотрел галактику в треугольнике. Астрономия 13-38-08 Янв. 2019 сложность 2.3. Хаббл рассмотрел галактику в треугольнике. NASA, ASAR, and M. Durbin, J. Dalkington, and B. F. Williams, University of Washington. Астрономы на основе данных наблюдений космического телескопа Хаббл создали гигантское мозаичное изображение спиральной галактики Месси-33 из созвездия треугольника, которая является второй поблизости к нам крупной галактикой. Полное изображение, содержащее 665 миллионов пикселей, доступно на сайте Месси. Месси-33 является спиральной галактикой, расположенной в созвездии треугольника, на расстоянии 2,7 миллионов световых лет от нас, что делает ее второй поблизости крупной галактикой к Млечному Пути. Она входит в местную группу галактик, состоящую из более чем 50 галактик, включая Млечный Путь и Туманность Андромеды, и по размеру занимает третье место в группе. Диаметр диска галактики М-33 составляет около 60 тысяч световых лет, в то время как диаметр диска Млечного Пути составляет примерно 100 тысяч световых лет. Участок галактики М-33, наблюдавшийся Хабблом. NASA, ASAR, Digitized Sky Survey. 2. Поделиться. Гигантская облац-звезда образования. And GC. 604 в галактике М-33. NASA, ASAR, and M. M. Derbyn, J. Dalkington, and B. F. Williams, University of Washington. Поделиться. Диффузная туманность. And GC. 595 в галактике М-33. NASA, ASAR, and M. Derbyn, J. Dalkington, and B. F. Williams, University of Washington. Поделиться. Звездная ассоциация. Иг. 142 в галактике М-33. NASA, ASAR, and M. Derbyn, J. Dalkington, and B. F. Williams, University of Washington. Поделиться. Окрестности вокруг галактики М-33 из обзора. Digitized Sky Survey. 2. ESO, Digitized Sky Survey. 2. Поделиться. Новое изображение смонтировано из 54 отдельных фотографий, полученных камерой. ACS, Advanced Camera for Surveys. Телескопа Хаббл, и демонстрирует центральную область галактики и внутренние части спиральных рукавов, содержащие от 10 до 15 миллионов отдельных звезд. На фотографии можно заметить множество пылевых облаков, звездных скоплений и областей звездообразования. Среди них выделяется NGC 604, являющаяся гигантской областью, и одной из крупнейших известных областей звездообразования в местной группе галактик. Если бы она находилась на таком же расстоянии от Земли, что и большая туманность Ориона, то затмила бы Венеру из-за своей огромной светимости. Подобные наблюдения в сочетании с наблюдениями Млечного Пути, туманности Андромеды и Магеллановых облаков позволяют проследить историю формирования и революции галактик и их звездных населений в местной группе. Ранее мы рассказывали о том, как Хаббл отыскал близкий аналог древних массивных галактик, помог изучить структуру остаточного дискоудалекой звезды и нашел самую большую известную на сегодняшний день популяцию коричневых карликов. Александр Войтюк